В этот день Жириновский смог переключить внимание на себя, затмив постановление коммуниста Илюхина, в котором прокуратуре рекомендуется привлечь главу правительства и его замов к уголовной ответственности. Как-то очень кстати оказался дебош Жириновского для кабинета министров. Коммунистам спектакль тоже оказался на руку. У Компартии скоро будет пленум. Накануне удалось удачно продемонстрировать свою оппозиционность, а Жириновский, сместив акценты, помог сохранить отношения с правительством. Недовольно только Яблоко. Пострадавшие, депутаты этой фракции, потребовали возбуждения уголовного дела и отказались участвовать в пленарных заседаниях, пока прокуратура не примет решение. Извинения Жириновского Яблоко не приняло. Я обещаю, что со стороны фракции ЛДПР мы подобных действий, выход в президиум больше совершать не будем. Если наша женщина изменит прическу и будут другие платья, больше декольте, больше будет видно, что это женщина, может быть я действительно виноват и должен более мягко к ним относиться. Владимир Вольфович Жириновский благодаря спискам провел состав Думы, своих телохранителей. Они все оказались вокруг него в президиуме. Физически остановить Жириновского сегодня невозможно. Но правовыми методами я считаю, да. Уголовное дело в прокуратуре, конечно, серьезный урон. Но Жириновский, вероятно, готов заплатить даже такую цену за то, чтобы снова привлечь к себе внимание. А то, что он делает это столь оригинальным способом, уже похоже на стиль. Российский народ хочет не только хлеба, но и зрелищ. Наталья Копылова, ТСН из Госдумы.